Здравствуйте, я художник Анна Лопыгина. Я очень много работаю пастели, поэтому я могу с вами сегодня поделиться своим опытом, рассказать, как я храню свои работы. Есть несколько вариантов. Конечно, лучше всего хранить пастель в паспарту, и паспарту под стеклом, и куда-нибудь повесить на красивую стенку, красивую работу и радоваться. Это идеальный вариант. Второй вариант, это убрать пастель в кальку и в таком виде убрать в папку. Я так делаю постоянно. Есть у меня такая работа, это портрет моей подруги Надежды Егоровой, она очень хороший художник. Сейчас я ее заверну в кальку. У меня такой огрызок дорожный. Я приеду домой, переложу в большую. Это обычная калька, мне нравится такая, которая более скользкая. Почему нельзя хранить пастели, например, в раме с пластиковым стеклом? Потому что пластик электризуется и перетягивает на себя верхний слой пастели. У меня был такой печальный опыт. С работой сильно ничего не случилось, но она очень долго так лежала. Я в тот момент и заметила, что что-то не то происходит. Вот я беру скотч и немножко прихватываю, чтобы она не ерзала. Мне кажется, что вот это самый надежный способ. Что можно сказать, например, про фиксативы, которые помогут вам, например, содержать вашу работу, чтобы она не осыпалась. Я почти не пользуюсь фиксативом, потому что боюсь на финальном этапе пользоваться фиксативом, потому что я боюсь, что работа потемнеет. Конечно, современные фиксативы минимальным образом меняют цвет и тон, но тем не менее я боюсь где-то пережать, перепрыскать и не пользуюсь. Мне гораздо проще завернуть в кальку. Фиксативов сейчас огромное количество. Говорят, что наиболее удачные из них шминки с инелье. Они действительно очень хорошие, но я пользуюсь только на этапе. Вот. И, в общем-то, так можно хранить работу. Перевозить, положить в папку. Я так этюды перевожу. Есть еще один вариант чистодорожный, который относится, например, к бумаге пастель мат. Вот это этюд моего младшего сына. Он сделан на бумаге пастель мат. И вот с другой стороны она мелованная. И если у вас картонки мелованные, например, на этюдах, да, вы можете просто положить одну к другой. Но будьте внимательны, желательно, чтобы они были одного размера, потому что когда работа меньше, она начинает елозить, во-первых, снимает слой, да, во-вторых, она оставляет рамки ненужные, следы на предыдущей работе. Я достала свою склейку пастель мат, и вот она формат А3 примерно. Хочу обратить ваше внимание, мало того, что она мелованная с одной стороны, а здесь еще листы проложены калькой. То есть если вы берете на этюды, вы можете подстраховаться еще и так. Но в принципе того, что она мелованная с другой стороны, вполне достаточно. Я обычно складываю вот так вот этюды один к другому, если они одного размера, и так вожу и в папку. Сейчас я вам покажу, что ничего не случилось страшного. Вот видите, абсолютно чистый лист, может быть, чуть-чуть что-то тут осыпалось на него, а так ничего страшного не случилось. Почему я закрепляю работы на этапе? Зачем я это делаю? Если я не пользуюсь лаком, фиксативом в конце, зачем он вообще есть в моем арсенале? Иногда получается так, что во время работы над какой-то картинкой, картины, портретом, пейзажем, я очень быстро забиваю фактуру бумаги или долго, но тем не менее, и не могу уже положить следующий слой. Тогда я беру фиксатив и обкладываю, например, бумажками или кальками, какой-то трафарет вырезаю, какое-то пятно, которое у меня не получается, и именно опрыскиваю только это пятно. Иногда всю работу заново ее практически начинаю, то есть там остается какой-то рисунок, который потемнел вдруг и так далее. Но если это не помогает, тогда, конечно, я развожу пастельный грунт и кусочек прокрашиваю этим прозрачным грунтом, тогда уж точно все схватывается. Когда не было таких хороших фиксативов, как сейчас, мы пользовались часто тем, что могли купить в галантерейном магазине, в хозяйстве. Это какой-нибудь лак для волос, лак-прелесть или что-то подобное. Но сейчас в этом нет никакой необходимости, потому что фиксативы очень хорошие продаются. Почему лучше фиксатив в магазине правильный, нужный, чем лак-прелесть? Ну, потому что мы не знаем, что в этом лаке. По сути, я не разбираюсь в этом, я не уверена, что там все то, что не изменит потом структуру нашей пастели. Многие профессиональные фиксативы, они еще содержат такие частицы, которые являются фильтром для солнечных лучей. Это достаточно полезно для пастельных работы, отвецветания. А вот обычный лак, непонятно, что там будет. И уж точно там не будет такого фильтра. Храните ваши пастели аккуратно, берегите их, дорожите ими, рисуйте побольше.